В преддверии дня памяти жертв ДТП в Иванове состоялся траурный митинг. Сотрудники ГИБДД, учащиеся школ, близкие пострадавших ДТП, собрались почтить память погибших. Всего в этом году автокатастрофу унесли жизни 127 человек. В большинстве своем это здоровые молодые люди. Очень много, можно даже сказать, беспредела творится на дорогах. Водители не соблюдают дорожную, ну, ПДД. И очень много нарушают. И это все ведет к плохим, очень плохим последствиям. Погибают люди, а самое главное, погибают дети. Сотрудники ГИБДД, казалось бы, ввиду своей профессии, сталкивающиеся с дорожными происшествиями ежедневно, все равно не могут спокойно реагировать на многие аварии. Каждое дорожное происшествие – это своего рода трагедия. Для родственников и для тех, кто это видит, тоже испытывают огромный шок. Но самое запоминающее – это когда гибнут дети, к сожалению. У нас в этом году произошло одно такое ДТП, когда ребенок, пассажир, 13 лет попал в аварию и погиб. Весь ужас автокатастроф в том, что одно мгновение может оборвать судьбы людей. Ошибка водителя может стоить нескольких жизней. Одно из самых резонансных ДТП этого года – трагедия у Синие Асоки. По версии следствия, водитель микроавтобуса Ситроен выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент во встречном направлении ехал пассажирский автобус. Я увидел чаще всего на меня микроавтобус и только сумел от лобового уйти вправо и все. И не положить его на бок автобуса. А там, что повырилось, то получилось. От лобового ушел. Удар, конечно, принял, пришелся на мою сторону. Как видите, с вами разговариваю. Столкновение происходило касательное. То есть неизвестно, какие были последствия, если было лобовой столкновение с автобусом. Понимаете? То есть та машина практически две тонны весом, резкое сотрясение. Люди, хоть им автобус оборудованы ремнями безопасности, но все равно очень от резкого сотрясения, то есть не застрахованы от получения тяжелых телесных повреждений. Водитель автобуса, уйдя от столкновения в кювет, буквально спас жизни своим пассажирам. Но даже несмотря на это, серьезно пострадали пять человек. Среди них трехлетняя девочка и ее мама. Жена и дочь Александра. Страшное зрелище я увидел. Я-то сидел к проходу, сразу за водителем. Жена у меня, всего окна, ребенок на коленях сидели вот до этого. Картина такая. Стекло разбито у автобуса. Вот этот вот остался барьер. И жена, вот ремни автобусные пристегиваются вот так на поясе. Так что тело при этом может свободно ходить. Вот не как в автомобиле как бы. И жена, вот тело было у нее с руками перевалено туда, снаружи автобуса. В ногах вот у нее увидел, что там лежит ребенок. Девочка до сих пор в тяжелом состоянии. Только больницы и медикаменты. Жизнь этой семьи круто изменилась за одну секунду. Для других участников аварии это тоже личная драма. Конечно переживаю, потому что люди не доехали. Ребенок пострадал. Очень переживаю, конечно, за это дело. Потому что люди спрашивают обычно, во сколько приедем? Вот во сколько-то столько. Ты по времени приезжаешь в Москву, когда они все спасибо, спасибо. А тут не доехали, конечно. И пострадали, тем более ребенок. Лишь единицы аварий происходят по нелепому стечению обстоятельств. У большинства автоктоостров есть виновник. Сев за руль не выспавшись или в состоянии алкогольного опьянения, водитель опасен уже не только для себя, но и для окружающих. Дорога не прощает ошибок. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.